Сроки завершения ремонтных работ, их финансирование, доступная среда и другие вопросы. Общественная палата республики провела мониторинг в образовательных учреждениях республиканской столицы. Подробности у Али Баташева. Первый объект мониторинга – детская школа искусств в Черкесске, расположенная по адресу улица Ворошилова, дом 1. Её реконструкция началась в феврале прошлого года. Состав комиссии – представители мэрии Черкеска, Общественной палаты, Министерство культуры и сотрудники аппарата, уполномоченного по правам ребёнка в Карачаево-Черкесии. Пунктов этих по мониторингу выполнения посланий президента Федеральному собранию несколько. Один из этих пунктов касается реконструкции и строительства детских музыкальных школ и школ искусств. Поэтому мы сегодня и находимся на месте, соответственно, реконструкции школы искусств в городе Черкесске. В первую очередь, что нас волнует? Это волнует, соответственно, выполнение сроков поставленных задач, это реализация финансовых средств, было ли софинансирование, получили ли республиканское софинансирование для реконструкции. Члены комиссии осмотрели помещение. Особое внимание обращалось на доступную среду. Для этого в здании планируют установить специальный подъёмник для людей с ограниченными возможностями здоровья и специально оборудованные туалеты. Для обеспечения безопасности детей проектом предусмотрены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. На окнах второго этажа специальные замки. Контрактом предусмотрена сдача объекта в эксплуатацию в конце этого года. Мы планируем основные работы завершить к сентябрю. Сейчас вы сами можете увидеть, что уже практически по всем помещениям идёт финишная отделка. Фасад здания тоже мы заканчиваем уже где-то в течение недели, полутора. Планируем уже снимать ограждение, приступать к благоустройству территории. В настоящий момент темпы подрядчика неплохие, угрозы, срывы мы не видим. В школе искусств, рассчитанной на 700 обучающихся, будет своя студия звукозаписи и концертный зал. В здании порядка 1700 квадратных метров, высокие потолки и светлое просторное помещение. После сдачи объекта в эксплуатацию продумано его дальнейшее оснащение. К нам пришли деньги на приобретение рояля, пианино и духовые инструменты, и народные инструменты будут приобретены. То есть продумано? Продумано, да, и дальнейшее оснащение нашего учреждения. И уже мы заранее побеспокоились о том, чтобы и обновить мебель. То есть в конце прошлого года мы даже частично обновили парты, стулья, шкафы. Федеральные деньги получены в полном объеме, республиканское софинансирование получено в полном объеме, освоение финансовых средств происходит более чем на 90%. И, соответственно, мы увидели работу подрядчика. Надеемся, что подрядчик, который обещал нам и установил соответствующие сроки до выполнения данного проекта, вложится в эти сроки. Общественная палата будет контролировать этот момент. Но изучив, соответственно, документы, да, мы видим, что сроки выполняются. В этот день, кроме детской школы искусств, члены комиссии осмотрели еще семь дошкольных образовательных учреждений республиканской столицы. Внесли ряд замечаний и предложений. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия.